Совсем близок Новый год и пора дарить подарки. Я также хочу сделать для вас хороший, шикарный подарок. Он касается Академии Иллюзионистов. Вы знаете, что там более 2000 обучений фокусом различных жанров. Вы знаете, что доступ к Академии Иллюзионистов стоит 6000 рублей. Но сейчас, прямо под Новый год, у вас есть возможность получить доступ со скидкой 5000 рублей. Воспользоваться этой возможностью можно, перейдя по ссылке в описании. Сейчас самое время сделать подарок не только другим, но и себе. Привет всем любителям карт, с вами Неро Янг. И сегодня я покажу вам 5 способов навязывания или форсирования карты. То есть мы будем заранее знать, какую карту возьмёт зритель. Если вам нравятся такие видео, обязательно поставьте лайк. И также не забывайте, что как только видос набирает 500 лайков, сразу же выходит следующий. Ну и оставляйте свои классные комментарии. Лучший комментарий попадает в следующее видео. Вот комментарий из предыдущего видео. Ну и мы начинаем. Сейчас, внимание, я вам покажу секретное навязывание. Вряд ли вы уже освоили его, потому что оно было очень секретно. И мало какие фокусники рассказывали секреты этого навязывания. Давайте перейдём. Мы будем навязывать восьмёрку пик. Мы просим зрителя взять абсолютно любую карту. Прямо вот какую он захочет. Любую, любую, любую. Вот эту. Это же абсолютно свободный выбор. Так. И это восьмёрка пик. Как только это видео наберёт 9 миллионов лайков, мы сразу же выпустим обучение. Ладно, давайте перейдём действительно к хорошему навязыванию, которое называется Classic Force. Classic Force выглядит следующим образом. Допустим, мы хотим сфорсировать Короля Черви. Мы просим зрителя дотронуться до любой карты. Допустим, вот до этой. И это Король Черви. Вот так выглядит это навязывание. И давайте теперь обучаться. Что нам нужно для этого навязывания? Мы должны знать верхнюю карту. Допустим, это будет Король Буби. Он лежит сверху. Мы подснимаем верхнюю стопочку. Вот так свинкат делаем. То есть берём где-то половинку и подснимаем в левую руку. Ставим мизинчик. То есть прямо на нашу навязываемую карту. И накрываем. Что мы делаем дальше? Мы вот так начинаем листать и просим зрителя дотронуться пальцем до любой карты. Листаем. И как только он ведёт свой палец, мы шире всех карт выставляем вот эту нашу навязываемую карту. И прямо можем даже чуть-чуть вот так вот под его палец её нажать, чтобы он дотронулся именно до неё. Если вы это оттренируете, у вас это будет всегда получаться. Но на одном и том же зрителе несколько раз подряд это, разумеется, не работает. Хотя есть те зрители, которые попадаются и 10 раз подряд на эту уловку. Если вы хотите обучиться этому навязыванию более подробно, вот здесь в подсказке будет подробное видео. Я уже делал это навязывание. Там прям подробно я всё объяснил. С вариациями, с интересными и так далее. Ну а мы переходим к следующему. Следующее навязывание, это навязывание индийской тасовкой. Мы будем навязывать короля Буби. Просим зрителя сказать стоп в любом месте. Допустим, он решил сказать здесь. Он вспоминает карту, и это, разумеется, король Буби. Давайте теперь обучимся. Чтобы сделать это навязывание, нам нужно знать нижнюю карту на этот раз. Пять крести. Как нам её подсмотреть? Так, быстренько объясню. Мы можем сделать вот такой вот приём. С помощью него мы увидим вот этот уголок карты, когда перекручиваем вот так колоду. Он выглядит естественно, и мы просто с помощью него знаем уже нижнюю карту. Теперь мы хватаем колоду следующим образом. Большой палец слева внизу, средний безымянный снизу, также только справа, и указательный придерживает. И таким же хватом, только не в эту сторону, а наоборот, то есть, ну, вот так, да? Мы забираем сверху по несколько карт. Вот так. Что получается в итоге? Сколько бы мы ни снимали, где бы зритель ни сказал стоп, он всегда будет останавливаться на нижней карте на пятёрке крести. Если это делать в скорости, никто даже не подумает, что его выбор как бы уже изначально был решён вами. И мы переходим к следующему. Я думаю, вы заинтересовались колодой, которую видите у меня в руках. Сейчас мы немножко уделим ей время и поговорим о ней. Это колода Helions от Дэниела Мэдисона. Вот такая вот шикарная у нас коробочка. Посмотрите, как она внутри выглядит. Прям чётенько, офигенно вообще. Вот так. Здесь у нас рубашка. У нас здесь есть две карты для фокусов. Одна карта Хамелеон. То есть здесь у нас рубашка такая, а здесь такая. Как бы рука Дьявола, да? Можно показать там такой трюк, допустим. Зритель выбрал любую карту. Мы убираем её в центр. Просим нам помочь Дьявола. И... Опа. Одна карта. И это, естественно, карта зрителя. Вот такой вот трюк с ней можно делать. Шикарная карта, как по мне. И ещё одна карточка. Это у нас просто даблбэк. Для контролей сойдёт. Или для каких-нибудь триумфов. Отличная карта. Далее у нас идут два Джокера. Это у нас вот такое вот соглашение. И перо в чернильнице. Шикарно. Ну, естественно, там кровь. Шикарные два Джокера прикольные. Хоть и не идентичные. Я больше люблю идентичные Джокера. Но выглядят они очень прикольно. Согласитесь. Во всех колодах обычно изменён туз пик. То есть он сделан более красивеньким. Но здесь же это у нас туз губи. Вот так вот он шикарно выглядит. Прям офигенно. Рубашка у нас выёбистая на этот раз. То есть очень-очень много деталей таких интересненьких. Но опять же она с двух сторон одинаковая. То есть это шикарно. Ничего не выбивается. У нас изменены индексы. Они более маленькими сделаны. Красные карты обведены ещё чёрным. Это очень прикольно смотрится. И естественно изменены лица карт. Вот он, Дэниел Мэдисонса. И я советую вам эту колоду. Потому что она очень-очень шикарная. Мне она очень понравилась. Приобрести её вы можете на сайте happymagic.ru Обязательно переходим и покупаем. Ссылочка будет в описании. В этот раз мы будем навязывать даму пик. Мы просим зрителя сказать стоп в любом месте. Допустим он решил сказать здесь. И он остановился на даме пик. Давайте обучаться. Смотрите, как же делать это навязывание. У нас карта лежит сверху колоды. И нам нужно уметь вот так вот пролистывать грань колоды. Левую. Как у нас вообще расположены наши пальцы? Здесь у нас три пальца. Указательный вот так вот прижимает нижнюю часть колоды, чтобы было проще пролистывать. А большой просто листает грань. Вот и всё. Смотрите. Он пролистывает. И где бы зритель ни сказал стоп, его судьба уже предрешена. Смотрите. Допустим он сказал стоп здесь. Что мы делаем? Вот таким вот хватом забираем верхнюю часть. Но при этом мизинец и безымянный допустим слистывают вот так вот верхнюю карту в эту стопку. То есть там где он сказал стоп. Вот так это выглядит. Если я переверну, чтобы было более понятно, выглядит это следующим образом. Но в скорости это всё выглядит чётко и незаметно. При этом можно ещё повернуть вот так вот руку. Некоторые делают это вот так, но я так не люблю делать. Но в принципе, почему бы вам не рассказать это? Вдруг вы не знаете. Скажи стоп вот здесь. Не на этой, а вот на этой. Так ты остановился и всё. То есть это такое прикрытие небольшое вот этого движения. Мы показываем, что не на этой, а вот здесь. И он вспоминает. То есть вот такое вот навязывание. И давайте перейдём к следующему. Самое простое навязывание. Непробивная классика. Конечно, не так круто, как Classic Force. Вы можете подумать, что это супер просто и рассчитано на имбецилов. Но, ребят, как бы мы не любили своих зрителей, в фокусах они всё-таки имбецилы. Поэтому они не понимают, как это сделано. Что же мы делаем? Мы просим зрителя самого подснять в любом месте колодок. Вот так. И, разумеется, он подснял прямо на Короле Черви. Вот здесь. Вот такое навязывание. Давайте обучаться. Здесь всё совсем просто. Я думаю, вы уже и так поняли. Карта лежит сверху. Допустим, это будет двойка пик. Вот так. Что мы делаем дальше? Мы просим подснять в любом месте. То есть он подснимает половинку и кладёт сюда. Двойка пик здесь и находится. Подснимает. И мы кладём вот так вот наискосок нижнюю стопку. Сколько бы он ни подснял, всё время будет здесь двойка пик. Вы понимаете, да? Я её переверну, чтобы было понятно. Подсними где хочешь. Вот здесь, да? И посмотри эту карту, разумеется. Вот и всё. То есть всё здесь совсем просто и примитивно. Но это работает. Просто попробуйте. Зрители не будут понимать, в чём подвох. И мы переходим к следующему навязыванию. Это навязывание одно из моих любимых навязываний. Потому что оно очень шикарное. Прям шикарное-шикарное. Я не знаю. И при этом очень простое. Мы будем навязывать, давайте, какую-нибудь такую интересную карту. Давайте тройку червя будем навязывать. Мы просим зрителя дотронуться абсолютно до любой карты. Допустим, вот это. И мы покажем ему, что он мог взять абсолютно любую карточку из всей колоды. Но он выбрал именно эту. И как я там говорил, тройка червя. Естественно, он выбрал тройку червя. Вот и всё. Итак, как же делать это навязывание? Единственный минус это, скорее всего, вы будете видеть карту зрителя. То есть, смотрите, как это делается. Зритель берёт любую. Вам нужно знать верхнюю. Десять крести на этот раз. Он дотрагивается вот до этой. Вы берёте вот эту нижнюю стопку. Говорите, ты мог взять любую из этих. Собираете вот эту стопку. То же самое, только не палите вот здесь, вот верхнюю карту. Любую из этих. Ставим брейк. То есть, ставим мизинчик. На верхней карте. И просто делаем двойной подъём. Это тупо просто, но это работает. Смотрите. Складываем. Переворачиваем двойной подъём. Всё. Можно, в принципе, сделать так, чтобы вы эту карту не увидели. Вы можете отвернуться и сделать двойной подъём вот так для зрителя. И так же его и закрыть. Но это немножко неестественно выглядит. Зачем вам как-то отворачиваться его так, поворачивать и так далее. Всё. В принципе, здесь всё просто. Это такое простое навязывание. И если вам понравилось это видео с навязываниями, и вы хотите вторую часть, если мы соберём больше 500 лайков, я сделаю вторую часть и разберу ещё 5 навязываний. Я могу хоть 100 штук разобрать, потому что есть такая шикарная книга. 101 навязывание карты. И я могу брать оттуда материал и снимать его для вас более подробно в видеоформате, чтобы вам было удобнее и приятнее обучаться. Обязательно поставьте лайк. Если вы хотите шикарные карты, то берите их на happymagic.ru. И я надеюсь, вам понравилось это видео. Всем удачи. Всем пока. Пока.